МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РВИТ Пятерка! 22 апреля, 22 апреля, великий день. Ну вот для меня это день рождения. День рождения Владимира Ильича Ленина, я человек из советской эпохи. Ну а вообще 22 апреля это Международный день Земли. Сегодня мы вместе со всем человечеством празднуем День Матери Земли и вспоминаем об экологических проблемах и делаем что-нибудь хорошее для нашей, собственно, зеленой, красивой матери. Итак, у нас сегодня играют две команды. Слева от меня в синих шарфах сборная 27-й и 69-й школ. Ею рулит Катя Ковалева. Вот они. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня в красных шарфах благородно приветствуют своих соперников ученики 73-й школы. Миша, Груша ими рулит. АПЛОДИСМЕНТЫ А еще я обязательно должен сказать, что вот эту чудную сборную 69-й и 27-й школ собрали два Олега. Олег Лейнов и Олег Яценковский. Ну вот они стояли с двух сторон, дети загадывали желание, вдруг им повезет. Ну а красную команду, команду 73-й школы, давным-давно окормляет Марина Егидовна Маслова. Достой, большое спасибо. Итак, начинаем мы наш День Земли, День Матери Земли. Начинаем мы его с блеф-игры. Начинаем мы его с нашей донетки. Катя, кого отправляете в первый бой? На блеф-игру идет Вадим. Вадим, внимание. Михаил, вы? Мы в ответ отправляем Вику. Итак, Вадим против Вики. Вперед! Вадим против Вики! Вперед! Итак, блеф-игра. Да, информация может быть правдивой, информация может быть ложной. Вам нужно выжать кнопку и сказать «да» или «нет». Верите вы или нет. Итак, верите ли вы, что решение о праздновании Дня Земли было принято аж на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Да. Да, конечно. Решение было принято вот на таком самом высоком уровне. Верите ли вы, что термин «экология» придумал Эрнст Геккель? Фальстарт у вас. Прошу. Да. Да, конечно. Теперь вы это знаете. Я надеюсь, запомните, вдруг пригодится на тестировании. Верите ли вы, что газ, уголь и нефть – это возобновляемые ресурсы? Прошу. Да. Газ, уголь и нефть невозобновляемые сожгут их, и все, останемся мы только с альтернативными источниками. Увы. Верите ли вы, что в северной части Тихого океана находится огромный мусорный остров? Да. Да, конечно. Огромный остров, несколько миллионов тонн, течение его сгоняют в одну точку, и там он плавает. Не очень приятное зрелище. Играем. Верите ли вы, что повреждение леса по неосторожности не является экологическим преступлением? Фальстарт у вас, к сожалению. Очень строго за этим следите, наш электронный судья. Прошу. Нет. Да, вернее, нет, вы совершенно правы. Как бы вы лес не повредили, умышленно, либо по неосторожности, Уголовный кодекс Республики Беларусь считает это экологическим преступлением. Является оно. Браво, пять очков. Итак, после блеф игры 15-5, синяя, то есть сборная впереди. Играем дальше. Итак, внимание. Победите! Итак, внимание. Дуэль-игра. Пять очных поединков, пяти игроков на пяти темах. Итак, прослушайте темы боев. Первый бой – День земли. Все об этом празднике. Второй бой – законы экологии. О, экологии свои строгие законы. Третий бой – альтернативная энергетика, которую мы уже упоминали. Четвертый бой – печальные экологические катастрофы. И пятый бой – Красная книга Беларусь. И у вас есть пять секунд, чтобы решить, кто окует. И он себя готов. Взять вперед. Пять секунд истекли. Команды приняли решение. И сразу я задаю вопрос Кате в лоб. Катя, кто готов рассказывать о Дне земли? Вот здесь за стойкой с микрофоном. На День земли у нас идет Борис. Борис, прекрасно. А у 73-ю Михаила? Олег, конечно. Итак, Борис против Олега. Вперед! Олег! 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 Прекрасно. Внимание. Эти проблемы традиционно обсуждают ученые и общественные деятели в День земли. Прошу. Экологические. Экологические проблемы, вы правы. Пять очков заработал Олег для своей команды. Символ Дня земли. Греческая буква Тета. Фальстарт у вас. Греческая буква Тета такого цвета. Борис. Зеленого. Зеленого, конечно. Зеленый цвет экологии. Да. В День земли, кстати, во многих странах звучит колокол его. Да. Мира. Мира, колокол Мировой правы. 22 апреля в Беларуси это республиканское мероприятие. Прошу. День земли. В Беларуси не совсем. Прошу вас, Олег. Что же у нас за мероприятие 22 апреля? А 22 апреля у нас республиканский субботник традиционный. Вот так. Теперь вы это знаете. Вот сейчас из студии выйдем и пойдем на субботник деревца сажать. Играем дальше. Флаг Дня Земли. Изображение ее на темно-синем фоне. Она? Планета Земля на темно-синем фоне. Да, конечно. Это абсолютно правильный ответ. И после первого боя. Счет у нас 20-20. Олег сравнил счет. Следующий бой. Законы экологии есть. Такие лапидарные, четкие. Их четыре основные закона. Вот сейчас посмотрим знатоков этих законов. В принципе, все вычисляемо. Катя, кто у нас законник? Пойду я. Отлично. Михаил? Я тоже решил выйти. Тоже Катя. Итак, День Земли. Законы экологии. Капитанский бой. Вперед. Пойду я. Пойду я. Пойду я. Пойду я. Пойду я. Пойду я. Итак, внимание капитаны. Катерина против Михаила. Первый закон экологии. Все связано со... Природой. Со природой. Понятно. Михаил? Логично так. Все вычисляется. Из землей. Все связано со землей. Все связано со всем. Это первый закон экологии. Теперь вы это знаете. Играем. Второй закон. Ничего не исчезает. Ах, фальстарт у вас, Катя. Ничего не исчезает. Куда? В никуда. Вот абсолютно точно. Это браво. Кстати, вот второй закон экологии, тоже вопрос. Второй закон экологии аналогичен этому фундаментальному физическому закону. Ничто не может исчезать. Ну, как он называется, закон? Закон чего? Сохранения энергии. Да, закон сохранения энергии, закон сохранения вещества. Вы правы. Третий закон экологии. Призыв осторожно обращаться с природными системами. Он гласит, она знает лучше. Она, это? Природа. Браво, Катя, природа. Великолепно. Ну и четвертый закон логичный. Не только к экологии относится, он и к жизни. Ничего не дается. Как? Фальстарт у вас, Катерина. Очень строго наш электронный судья к вам относится. Михаил. Просто. Просто. Нет. Ничто не дается даром или бесплатно. Вот тут природа, мать, и вообще физика, и жизнь абсолютно права. Ничто не дается даром. Все нужно заслужить, заработать, выиграть. В конце концов, у вас-то получилось 30-25. Впереди красные. 3,73. Школа следующей бой. Итак, третий бой у нас альтернативная энергетика. Это все, что ни уголь, ни газ, ни нефть. Все это другие источники энергии. Катерина, кто у вас знаток альтернативной энергетики? Мы пошлем Дениса. Пошлем Дениса. Отлично. Кого пошли в Миша? Энергетику нас знает Максим. Хорошо. Денис против Максима. Вперед. Итак, внимание. Итак, внимание. Альтернативная энергетика. Альтернативные источники энергии основаны на таких ресурсах. Каких? Заменяемых. Ай, как это нормально сказать по-русски? Я вас понимаю, я уже практически не считал вам. Возобновляемых. На возобновляемых, отлично. Умница. Современные ветрогенераторы – это всего лишь развитие идеи этих сооружений. Ну, мельницы. Мельницы, конечно. Что вы так мерзли? Африка при условии политической стабильности может стать лидером в этой энергетике. Фальстарт у вас, Денис. Шанс есть у вашего соперника. Ну, ветренный. Какой? Какой? Энергетический. На самом деле в Африке много солнца. В солнечной, в гелиоэнергетике. Теперь вы это знаете. Играем. Геотермальная электростанция пользуется такими подземными источниками. Вулканическими. Хорошо. Вулканическими. Вулканическими. То есть, но? Температурой. Вот как? Температура бывает минус, бывает плюс. Высокой температурой. А как еще проще? Одним словом по-русски. С высокой температурой. С высокой температурой. Горячими, я так говоря, по-русски. Играем дальше. Грозовая энергетика. Это способ использования энергии путем поимки их. Прошу. Молнии. Отличный ответ. По-моему, Денис лучше знает альтернативную энергетику. И он выводит командный вперед. 40-35. Боргий привет. Следующий бой. Четвертый бой. Печальная, печальная тема. Экологические катастрофы. Кать, кто у вас печальный, печальный? У нас Алина. Алина будет печально рассказывать, вернее, или весело рассказывать о печальных событиях. Михаил, у вас? У нас Вика. Итак, Алина против Вики. Вперед. Меня уже заверили. Итак, внимание. Экологические катастрофы. Ученые утверждают, глобальное оно может привести к экологической катастрофе. Прошу. Потепление. Потепление, конечно же. Испытания этого происходили на Невадском и Семипалатинском полигонах. Очень загрязняли окружающую среду. А вот уже забыли, вот уже не помнят и не учили. А вот Денис прямо кулаком стучит. А он-то знает ядерного или атомного оружия. И заражали окрестность очень сильно. Ну, теперь это все прекращено, слава богу. Играем. Взрыв на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе привел к загрязнению моря ею. Да. Нефтью. Нефтью, да. Одна из крепнейших экологических катастроф современности. Это море в Средней Азии исчезло из-за неправильного водопользования. Прошу. Тихо. Какое? Черное. Черное? Исчезло. В Средней Азии. Отлично. Алина, прошу. Какое? Японское. Японское? Класс. Нет. Ребята, вы в День Земли стираете с карты, планеты, города, страны, моря, океаны. Так вы не разбрасывайтесь морями, у нас ничего не останется, и так их немного. На самом деле, Аральское море исчезло из-за того, что хищнически растаскивали на поле, в хлопковых полей, в Сырдарью и Амударью. Играем. В этой стране произошла авария на АЭС Фукусима. Прошу. Чернобыль. Чернобыль, понятно. Чернобыль уже страна. Страна, Алина? Япония. Япония, Вишелья, Японская, электростанция. Во время землетрясения случилась там беда. 50-40, синие впереди, сборная продолжает играть. Тысячный. Красные, синие, красные, синие. Сейчас мы переходим к красному. Красная книга Белоруссии. Животные и растения. Катерина, кто у вас спец по биологии? Пойдет отвечать Вадим. Вадим, Паша, пойдет отвечать за всю красную книгу Белоруссии. У красных кто на красной книге? Думаю, повезет Юлий. Вадим против Юлии. Вперед! Красные, 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 красные! Итак, красная книга Белоруссии. Ночница, вечерница, кожанок. Это все охраняемые виды. И все это они. Прошу. Птицы. Птицы, кожанок, ночница, вечерница. Может, Юля знает? Может быть, пауки? Пауки, ночница, вечерница, кожанок, кожанчик. Это все летучие мыши. Они по вечерам, по ночам летают и могут сильно напугать нервных девушек. Поэтому их нужно охранять. Я имею в виду летучих мышей. Играем. Кубышка, кубышка малая и кувшинка белая произрастают там. Юля? На болотах. На болотах. Не согласен с вами, прошу. Вадим? Я не знаю. В воде, в водоемах, вот в болоте вы не увидите ни белой кувшинки, ни кубышки желтенькой. А вот в реках, в озерах, да, вполне на болотах я никогда не видел. И не дай бог вам видеть. Играем дальше. Спотулярия, гиграфор и особенно трюфель, все они охраняемые. Это все. Фальстарт, это все у Вадима. Юля, у вас шанс? Грибы. Это грибы, правые. Это охраняемое лекарственное растение зверей не бьет. Да. Волчьи ягоды. Волчьи ягоды, понятно. Вадим? Зверобой. Зверобой горный, да. Зверобой горный у нас охраняемое растение. Играем. В пущих около 500 голов, но они по-прежнему в красной книге. Юля? Зубры. Зубры, это правильный ответ, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Тем не менее, несмотря на все старания Юлии, 55-50, сборная 27-69, впереди синий период, у нас тест-игра. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, тест-игра. Ну, день земли – это не только когда мы охраняем землю, но это еще правило правильного поведения в каких-то природных системах. Вот тест-игра у нас сегодня, наше скоростное централизованное тестирование. «Мы идем в лес». Катя, кого вы посылаете в лес? Пойдет Алина. Алину в лес, понятно. Миша? Максим. Итак, Алина с Максимом идут в лес. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Предупредить родных, куда идете. Б. Набрать с собой побольше продуктов. И С. Взять с собой навигатор GPS. Прошу. А. То есть предупредить родных, куда вы идете. Оставить записку. И не ищите меня больше. В самом деле, да. Предупредить, куда вы идете. Вы опланируете вернуться обязательно. 10 очков набирает 73-я школа. Столько стоит правильный ответ на тест-игре. Играем дальше. Нож и спички, идя в лес, нужно держать. А. В рюкзаке. Б. В кармане. И С. В корзине. Прошу. В рюкзаке. В рюкзаке у соперника есть шанс получить. В кармане. В кармане. Потому что рюкзак может потеряться, раскрыться и так далее. А вот такие необходимые вещи только при себе. Это лучше в застегнутом кармане. И 5 очков зарабатывает Алина на подборе. Играем. В лес не стоит надевать. А. Яркую куртку. В. Синие джинсы. И. С. Камуфляжную форму. Прошу. Камуфляжную форму. Да. Вас, если что, очень трудно будет найти. Лучше куртку поярче. Так будет лучше. Браво. Если кто-то из ваших родственников или знакомых потерялся в лесу. Нужно. А. Искать вместе с родственниками. Б. Пригласить друга с собакой. И. С. Вызвать спасателей. Фальстарт. Алиночка. Очень строг наш электронный судья. Прошу. Вариант С. Вариант С. Вызвать спасателей и только так. Не затаптывать следы ни в коем случае. Вот такая вещь есть сатанинский гриб в лесу. Он очень похож на боровик. Но вот как отличить. На изломе мякоть сатанинского гриба А. Краснеет. Б. Синеет. И. С. Зеленеет. Ну. Прошу. Вариант А. Краснеет. Нет. Вот Марина Ивина машет головой. Это неправильный ответ. Алина. Вариант С. Зеленеет. То есть ломанули и там зеленое что-то. Нет. Сломали. Видите, что синеет. Бросьте каку. Не берите его с собой. Лучше отказаться от гриба, чем потом лежать с расстройством желудка в больнице. И после тест игры 60-80. Блестящая игра красных. Слава играем. Итак, внимание. Итак, внимание. В день земли у нас есть шанс посмотреть прекраснейшие пейзажи. Охраняемые территории. Национальные парки. Прекраснее этого нет ничего в природе. Ну, я понимаю, что вы не знаете в лицо каждый уголок национальных парков. Нужно будет просто назвать континент или субконтинент, где этот национальный парк находится. Так, вглядывайтесь в него и решайте где. Ну, естественно, Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия. Вы меня понимаете. Итак, внимание. Катя, кто у вас знаток национальных парков? Отправляем Бориса. Бориса. Прекрасно. Михаил, кто у вас идет в бой? А мы в свою очередь с Юлией. Юля. Итак, Борис и Юля, вперед. Борис! 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 Ничего нажимать не нужно. Смотрим на экран, отвечаем в микрофон. Лидеры у нас красные, поэтому, Юля, начинаем мы с вас. 15 очков за правильный ответ. Прошу. Северная Америка. Северная Америка. Это Йеллоустонский национальный парк. Вы правы, 15 очков. Итак, прошу вас. Африка. Африка – это национальный парк Крюгера в Южноафриканские республики. Ну, трудно отъедеть, увидев жирафов, что это Австралия. Хотя были случаи. Итак, Юля. 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 Австралия. Австралия. Вы не правы. Прошу вас. Борис. Южная Америка. Южная Америка. Вот сейчас вы видите за моей спиной знаменитые водопады Игуасу, которые находятся на границе Аргентины и Бразилии. Южная Америка. Борис! 10 очков на подборе. Прекрасно. И продолжаем с вами. Боря, прошу. Евразия. Ну, Евразия большая есть. Европа есть. Азия? Европа. Европа. И где это? Беларусь. Белорусская пуща, конечно же. Прекрасно. Юля. Выручайте команду. Спасибо. 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 Континент, субконтинент. Пускай будет Азия. Азия. Да. А вот вам не кажется, что это похоже очень на планету Пандора из Аватара? Кстати, именно вот эти замечательные пейзажи вдохновили художника-постановщика фильма. Все это находится в национальном парке Чанзянцзе. Это Китай, Азия. Браво, Юля! Борис. Следующий слайд. Пусть будет Северная Америка. Пусть будет Северная Америка. Это Гранд Каньон США. Да. Юлечка, давайте с вами. Австралия. Да ничего подобного нет в Австралии. Может, вы, Борис? Африка. Африка. Ребята, ну перед вами знаменитый остров Пасхи. Это национальный парк Рапануи. Остров находится в Тихом океане, относится к Чили. Так что, если вы сказали в океане или Южной Америки, я бы вас принял. Вот эти загадочные статуи Моаи. Теперь вы это знаете. Борис, играем с вами. Австралия. Австралия? Улуру Катаюта. Вот этот огромный скальный массив называется Улуру, и находится он в Австралии. Прекрасный ответ. Юля? Азия. Азия конкретно. Ну, я не буду штрафовать. Фудзияма? Да, это Фудзияма, это Япония. Социальный парк называется Фудзи Аконе Идзу. Это в Японии, вы совершенно правы, гора охраняемая, и, в общем-то, просто свято почитаемая японцами. Прекрасно. И заканчиваем мы с вами. Борис, прошу. Африка. Африка. Юля? Европа. Где же вы, Юля, в Европе видели леопарда? Это знаменитейший заповедник, даже национальный парк. Он называется Земля леопарда. Дальний Восток, Россия. Это Азия, теперь вы знаете. 130-125, перейдет сборная, перейдет синие. Тысяча бой. И, как, внимание, риск, игра. Единственная игра в нашем поединке, в котором неправильный ответ штрафуется. Правильно делал, плюс 20, неправильно, минус 20. Катя, кто в бою? Я пойду. Я пойду, скромно сказала Катя. Михаил? Ну, на риск игре надо рисковать капитану. Это правильный ответ. Капитанский бой, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ День Земли. В первый день Земли, еще в 19 веке, в штате Небраска высадили около миллиона их... Катя? Голубей. Высадили голубей. Минус 20. Катя, я рыдаю вместе с вами. Михаил, будете отвечать? Нет. Высаживают обычно деревья на таких вещах. И Катя решила команду 20 очков. Катя, не расстраивайтесь, играем дальше. Законы экологии. Оригинальная формулировка четвертого закона. Таких завтраков не бывает. Каких? Ну, четвертый закон ничего не дается даром. Вы помните. Таких не бывает завтраков? Бесплатных завтраков не бывает лэнчей, даром не бывает. В общем, халявы нет, ребята. За все нужно платить. Играем. Альтернативная энергетика. Мускульная сила человека используется в этом транспортном средстве. Велосипед. Самый экологически чистый вид транспорта велосипед, развитию которого уделяется внимание в нашей стране. Вот велодорожки уже в Минске есть. Играем дальше. Экологические катастрофы. Эта катастрофа нанесла наибольший вред нашему региону. Но кто? Прошу. Чернобыльская. Чернобыльская, да. Катастрофа на Чернобыльской АЭС. Красная книга Белоруссии. Это охраняемое европейское животное, символ нашего города. Прошу. Рысь. Да! Рысь европейская обыкновенная. И Михаил выводит свою команду вперед и приносит решающие очки на решающем вопросе. Дело не в том, кто сегодня победил. Хотя аплодисменты зала и зрителей относятся к команде 73-й школы. И самое главное, что сегодня мы немножко прикоснулись и узнали немножко новым о Дне Земли, об экологии. Но я думаю, что сегодня еще будет шанс у вас, у любого из вас, сделать нашей землешне приятное. Убрать мусор, посадить дерево и вообще проникнуться духом того, что наша Земля – это всего-навсего маленький и очень хрупкий космический корабль, который несется в бездне космоса. Любите ее, охраняйте ее, берегите нашу Землю. День Земли. Ну и самое главное, смотрим-то пятерку, а получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова